Владимир Сергеенко начинает программу Еврозона. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Для вопросов и комментариев телефоны 903-176-363, WhatsApp и Viber и SMS-портал 5533. Номер для ваших SMS. Пожалуйста, Владимир. Доброе утро, пишет нам Борис из Мурманска. Доброе утро, Мурманска. Вы знаете, политология действительно нуждается, наверное, при том очень сильно в изменении словаря. Словаря, который будет сопровождать политологов. Я думаю, это касается дипломатов, я думаю, это касается вообще характеристики международных отношений. И вот я лоббирую, в принципе, шутейно, конечно, но слово «облажался», например, внести в учебники во все, при том военные, исторические. Все, что касается вывода американцев своих войск из Афганистана, это понятие «облажался». Но у нас теперь новое понятие, при том очень сильное, это касается Европы, не Америки, а Афганистана. Это кидок, настоящий кидок. То есть мошенническое действие, в котором есть сторона потерпевших, есть те, кто вовлекли эту сторону в какое-то действие, в котором нанесен ущерб. Кидок политический, при том мощнейший. При том, я бы сейчас сказал еще, вы знаете, что это кидок, такой есть среди всяких проходимцев, плутов, мошенников, ремеслов. Но достаточно в уголовном мире достаточно низко, это кидок на доверие. То есть, когда вы знаете непосредственно человека, вы ему доверяете, у вас взяли деньги, у вас взяли драгоценности, у вас взяли машину, вам ее не возвращают. Не возвращают, но при этом вы знаете человека. И человек абсолютно сознательно идет на это действие. Он кинул. И во взаимоотношениях Евросоюза и Америки эта черта, в принципе, при Трампе началась. И было такое облегчение. Я помню, очень хорошо. Вначале это было аккуратно. Мол, мы с Америкой. Притом это звучало из уст французских, немецких, итальянских дипломатов. Мол, мы с Америкой сейчас находимся в определенном состоянии, потому что Трамп, ну, Трамп приходит и уходит. А вот Америка остается, это нам союзник. И, конечно, трансатистические отношения, это безумно важно. Ну, что я могу сказать? Когда кто-то кого-то кидает и, в смысле, кинули, а потом пробуют, ну, какие-то реверансы сделать, ну, оно все хорошо. Но только есть потерпевшая сторона. И вот это вот осознание, когда ты понимаешь, что ты жертва мошеннического действия, это очень неприятно. И как жертва мошеннического действия, конечно, сегодня Франции очень тяжело. Во-первых, Франция одна. И я искренне сочувствую французской политике. Я искренне сочувствую французским разведчикам. Я искренне сочувствую французским аналитикам, французским политологам. Потому что даже неделю назад никто не мог представить, что Франция отозвет своего посла из Соединенных Штатов Америки. Это безумно больно. Это безумно обидно. Это унизительно, в конце концов. То, что сделали Соединенные Штаты Америки с Францией, это низко. Низко, потому что среди партнеров в Евросоюзе Франция – это страна, которая имеет ядерное оружие. Франция – страна, которая имеет возможность наложения вето в совбезе ООН. И, конечно, Франция – это еще и глобальный игрок европространства, с которым нужно считаться. И в этом пространстве поступок Соединенных Штатов Америки – это даже уже неплохая или хорошая мина при отвратительной игре. Это мошенническое действие. Америка начала свое мошенническое действие, когда вышла из разговора с Ираном по ядерному оружию. И, в принципе, декларация о том, что Израиль является одним из самых важных, самых близких союзников Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. И, мол, например, выборы мэра Нью-Йорка – это очень важно. И в этой важности играет роль еврейская община города Нью-Йорка. Вы знаете, я думаю, что и Израиль кинут теперь. Потому что все это глобально – это новая манера поведения, новая манера поведения, которая связана с внешней политикой. И вдумайтесь, одна из стран НАТО отзывает, действительно, союзники, близкие союзники, отзывает своего посла из Соединенных Штатов Америки. Жесть. Я говорю, что это кинули, потому что это кинули. Других слов нет. Может, дипломаты попробуют нарисовать какое-то другое понятие. Может быть, дипломаты попробуют нарисовать, я даже не знаю, какую-то маршрутную карту, как в будущем будут выстраиваться отношения между Соединенными Штатами Америки и Францией. Но сейчас начнется давление, именно французское давление на Евросоюз. Владимир, я вас вынужден прервать, потому что не очень хороший звук у нас, и техники советуют вам опустить чуть ниже уровень звука и подальше от микрофона быть, и должно все наладиться. Если вы это сможете оперативно сделать, то всем будет хорошо. Так, сейчас лучше? Ну, сейчас попробуем, давайте дальше. Техники, техники, техники это наше все. Я смотрю не только техники, я смотрю, вот нам пишут и наши радиослушатели подальше от микрофона. Ну, у меня микрофон стабильный, находится на одном расстоянии. Ну, значит, уровень звука надо понизить. Специальные наушники такие, которые надеты. И я помню, такие наушники, кстати, первый раз увидел на гонке в Формуле-1. Ну, надеюсь, мы поедем сейчас пошустрее, да. И звук почистим. Посторонний звук, если есть, да, если посторонний звук есть, чтобы в любом случае, чтобы звук комментатора был сильным. Я думаю, это не связано с наушниками, я думаю, это не связано с расстоянием микрофона, оно всегда одинаковое. Я думаю, это связано все-таки с интернетом. И, кстати, жду не дождусь информации, когда нам расскажут, какое-то количество атак было со стороны непонятно кого. Но я надеюсь, что эти атаки будут с буквами на английском языке. А то вы знаете, когда из России приписывают. На нас? Вообще, на интернет, на трафик, да, конечно. На трафик, на интернет. При том, что не только СМИ будут атакованы. Я думаю, что практически весь интернет потом должен быть атакован. Серьезно. Я не иронизирую сейчас, потому что, когда западные партнеры, как их в прошлом называли, говорили о том, что из России идет ДОС-атака, то это привязывалось к тому, что там слова были на русском языке, или там пару букв кириллицей были. То есть человек пишет, пишет по-английски, там программа, бах, и три буквы ставил из кириллица, все, значит, из России. Вот я думаю, там сейчас буквы будут на английском языке. Так вот, Франция отзывает своих послов из Соединенных Штатов Америки и Австралии. Франция восприняла абсолютно как недружественный шаг Соединенных Штатов Америки и, конечно же, Австралии. И заявление из Америки о том, что да, они там сейчас начнут разбираться, начнут разговор какой-то вести. Это все хорошо, но это потом. Это потом. А вот сейчас, а вот сегодня, Франция немедленно отзывает для консультации своих послов из Соединенных Штатов Америки. Я не просто так сказал о аналитиках, я не просто так сказал о разведсообществе. И, в принципе, я даже представляю, как сейчас французские делегаты, разницы нету в каком институте европейском. Это будет Европарламент, это будет ПАСЕ, это будет ОБСЕ. Сейчас развернут полностью свои паруса и пойдут под другим ветром. Ну что, дорогие французы, тяжело? Неприятно? Я вам искренне сочувствую. Это, конечно, мерзко, когда вас вот так вот кидают ваши близкие партнеры. И теперь четко и очевидно, ясно, что разницы нет. Трамп или Байден, Америка остается Америкой. Америка остается Америкой и позволяет себе недружественные шаги по отношению к своим партнерам. Когда Америка вышла из переговоров по Ирану, почему я говорю об Израиле, почему я говорю об опасности? Потому что нету гарантии, что Америка вообще, то, что она декларировала в прошлых сезонах, в позапрошлых даже можно сказать, что это останется как действительно какая-то сверхдержава, которая гарантирует кому-то безопасность. Это сверхдержава, которая просто умеет держать слово. Это сверхдержава, которая по отношению к своим союзникам, ну, по крайней мере, честна. Если взять опыт Америки за последние годы, то это примерно так. Развязанные войны, развязанные революции, развязное смещение правительств, полное неуважение к союзникам, которые принимают участие в переговорах, полное неуважение к союзникам в принятии решений. И я думаю, что резкое движение Франции не сводится просто к тому, что сейчас отзывают послов из Австралии и Соединенных Штатов Америки. Я ожидаю большего от Франции. Я ожидаю от Франции выхода из структуры НАТО. Это уже было. Франция выходила из НАТО, вышла, зашла. Я думаю, что в том контексте, в котором сегодня существует НАТО, это абсолютно подамериканский проект, который направлен в любом случае не на оборону, в любом случае направлен на конфронтацию и зачастую даже на военное присутствие в виде конкретных бомбардировок, при которых покидают дети. Мы это видели на этой неделе. Нормальной, демократической, здравомыслящей державе сегодня с такими партнерами в одном институте делать нечего. И я бы рекомендовал французам действительно не просто там покинуть НАТО, а задуматься о том, как французы сейчас в Евросоюзе начнут разговаривать со всеми партнерами, с теми, кто под американскую дубку раздувал русофобию, с теми, кто под американскую дудку пробовал палки вставить Северному потоку-2, санкции применял. Я предлагаю действительно Франции заняться внутренним периметром ЕС, еврокомиссарами, европарламентариями и начать агитацию за безопасность на европейском континенте. Америка больше вам ничего не гарантирует. Америка заключила за вашими плечами, за вашей спиной договор с Австралией, при том, согласитесь, что когда разговор идет там даже о двух судах, ну, вспомним, пожалуйста, это Местрали, это Франция вдруг решила, что она не будет с Россией взаимодействовать и вертолетоносцы не будут в России предоставлены, неизвестно, куда их взять. Это было сделано под давлением Соединенных Штатов Америки. Давайте по-честному. Точно так же давайте по-честному, что сегодня, когда Америка за спиной, я бы сказал, подло, подло, заключает договор, перетягивает на себя с Австралией договор о постройке подводных лодок, это пощечина, это плевок, это унизительно, это пендель. Любое слово, которое вы знаете, оскорбляющее другого человека, это неравноправие в любом случае. И даже если вдруг в будущем Америка извинится, но факт остается, факт. Может быть, Америка сейчас придумает формулу и пригласит Францию, например, установить какие-нибудь флагштоки или, например, сделать ручки какие-нибудь для открывания и закрывания этих подводных лодок, но контракт на миллиарды уведен. И такие контракты, конечно, не делаются за две минуты, тем более они не делаются дистанционно, тем более они не делаются, когда президент Соединенных Штатов Америки даже не знает, как обратиться к премьер-министру Австралии, говорит, ну парень, вон тот парень, вот тот, с того краю, с того конца. Все это, может быть, было бы смешно, но у нас постпандемическое пространство, у нас постпандемическое время. Экономики хромают, очень сильно хромают. И я, конечно же, пройдусь очень подробно по европарламентской резолюции и считаю, что это все вот отголоски панамериканского соприкосновения с политикой, который существует сегодня в Евросоюзе. Но Франция – это не лакмусовая бумажка. Франция – это страна со своими обычаями. Это страна, в которой люди выходят на улицы, если им что-то не нравится, и могут это делать регулярно. Сегодня суббота, я уверен, что опять выйдут десятки тысяч людей на демонстрации по всей Франции. Но отношения с Соединенных Штатами Америки, вот если мне кто-то из радиослушателей поможет, а в чем Франция променировалась? Вот что Франция сделала такого, что к ней и так относится Америка? Конечно, вооруженные силы Евросоюза – это проект теперь, который у Франции будет на месте номер один, конечно же. Насчет НАТО – это вопрос не сиюминутный. Это нужно раскрутить полностью медиапространство, это нужно создать мнение. То есть пока что есть обида и горькая пилюля у французов. Но чтобы законодательно принять решение, чтобы парламент, чтобы народ поддержал французов, я думаю, даже антиамериканские демонстрации возможно, сжигание флагов, то есть какое-то проявление нелюбви к Америке возможно. И кто бы что ни говорил, но мы же тоже хорошо относимся к американскому народу. Ну, просто мы с ним мало имеем общего. У нас так получается, что мы не пересекаемся. Даже на Олимпийских играх, когда с народом хочешь пересечься в виде спортсменов, все равно чувствуется какая-то пропаганда. Вот теперь французы полностью отвлекут на себя внимание, при том, что сочувствие, которое я говорю, я не ерничаю абсолютно. Я понимаю, насколько тяжело сейчас развернуть этот корабль, который несся на всех парусах, европейский корабль. Нужно обязательно в этот корабль дождаться недельку, когда выборы в Германии закончатся, и с новыми силами теперь абсолютно четко позиционировать Евросоюз, не как младшего партнера, не как подростка в коротких штанишках, а как взрослый институт, взрослое объединение государств. А там есть все, что угодно. Там есть и Польша, там есть и страны Балтии, в которых американские настроения являются чуть ли не фанатичными. И Франция, сталкиваясь сейчас с теми задачами, которые нужно в ближайшее время, вот прям оперативно решать, это собственная суверенность, это выстраивание внутри Евросоюза экстраординарной политики, которая должна быть направлена вроде бы как на укрепление внутри Евросоюза, но это будет антиамериканская политика, это само собой уже разумеется. Фактов слишком много накоплено. Конечно, Жан-Ив Ледриан в пятницу, когда выступал, и все, что он сказал, вы знаете, до этого тоже заявления были, это очень жесткие заявления МИДа Франции, это в принципе холодная война, в любом случае это дипломатическая холодная война между Францией и Соединенными Штатами Америки. Я не думаю, что контракт о подводных лодках можно заключить в течение двухчасового разговора или получасового разговора. Это, конечно, лоббирование интересов, при том закулисное в первую очередь. И американские дипломаты, точно так же, как и представители оборонного комплекса, конечно же, должны были провести определенную обработку австралийцев. Австралийцы в данном случае являются никак не жертвой, им все равно, у кого купить подлодки. Сделали лучшее предложение, смогли объяснить, почему это предложение лучше. Аргументировали это тем, что Китай очень опасен. Вы знаете, вот если в Европе очень боятся России, то там, наверное, австралийцы безумно боятся Китая. Ну, прям так боятся, как будто Китай завтра нападет на Австралию, на Новозеландию. Поэтому история с подводными лодками, которые теперь Австралия заказывает у Америки, между прочим, многомиллиардный, многомиллиардный контракт. И Франция тоже нуждается в поддержке своей экономики. Франция просто нуждается в контрактах на свое оборудование. И вы знаете, честно скажу, вот понятие злорадствовать, вроде бы оно такое неправильное. А мне хочется сказать, а вы, французы, когда взяли и кинули Российскую Федерацию с кораблями, вы о чем думали? Вот это называется политический бумеран. За что боролись, за то и напоролись. И я, когда говорю, я сочувствую, вы знаете, ну, мы же предупреждаем наших партнеров в Европе регулярно, что нельзя Соединенным Штатам Америки доверять, что они непредсказуемы в своих шагах, они непредсказуемы в своей внешней политике. Соответственно, нам же никто не верит. Ну, вот даже наоборот, пробует как-то навредить, рассказать о том, что есть пропаганда со стороны Российской Федерации. А теперь не до пропаганды. Теперь мост разрушен между Францией и Соединенными Штатами Америки. Этот мост в ближайшее время точно не выстроит, потому что я не вижу даже, как Америка могла бы втянуть, там сказать, ну ладно, давайте там пять лодок выстроить, пять лодок мы, и тогда, ну, как бы вернемся. Франция отказалась от совместного празднования в Соединенных Штатах Америки, там есть у них битва, которая была в 1781 году. Вот честно говорю, я мало что знаю об этой битве, я просто знаю, что первый шаг был все-таки это отказаться от совместного празднования. То есть Америка и Франция, там даже генерал французский, который полетел из Соединенных Штатов Америки, он приземлился и тут же назад полетел. Потому что обида внешнеполитическая Франция, она не в праздниках заключается, она в пересмотре всего свода, вот всех взаимоотношений, которые есть с регианским партнером. Франция и так была строптива всегда в этих отношениях. И вспомните, может быть, кадры, когда Трамп отряхивал Макрона и пылинку какую-то несуществующую снял с его пиджака. Ну, такой дружеский жест. Но на самом деле, если очень хорошо посмотреть, там жест был не дружеский, а эдакая высокомерие, мол, даже с покровительством. И французы точно так же владеют жестами и артикуляцией, похлапыванием по щеке, похлапыванием по плечу. Это все видно. И как бы СМИ, французские, европейские, не пробовали бы сейчас замолчать определенных фактов. То есть, конечно, выгодно против России что-то говорить. Ну, дорожка-то изъезженная, всем понятно, что загрузить на эти вагончики антироссийские, и как можно это раскручивать. А сейчас, представляете, вот все поменять нужно. Редакционную политику, политический умысел, внешнюю политику. Внутри Франции пересмотр сейчас всего трансатлантического партнерства – это, во-первых, тяжелая работа. Это безумно тяжелая работа. Осознание, что ты не являешься партнером… Скажите мне, а на что подмена произошла в последние годы? Я знаю очень хорошо практически топовые СМИ Германии, топовые СМИ Австрии. Я регулярно читаю топовые СМИ Великобритании, читаю французские газеты. И тема России, тема русофобства – это тема, которая была подарена всему Евросоюзу. Мол, вы берите ее, пользуйтесь и делайте, что там хотите. А быть антиамериканцем, американофобом – это табуизированная тема. И вот это табу, которое наложено, оно не проявляется конкретно в каких-то рекомендациях, методичках. Многие редактора, главреды из многих цитируемых СМИ, они проходили обучение в местах то британских, то американских. И по мышлению этих людей привлекают. Они так думают, они воспитаны в этом контексте. И вот представляете, вот сейчас нужно полностью осознать, вот с нуля практически начинать. Вот, например, Центр передового опыта НАТО в области космической безопасности. Это совместный проект, который США должны были в Тулузе вместе с французами делать. Но будут французы еще делать этот проект. То есть они должны сейчас пересмотреть. Конечно же, резкий ответ, вот отзыв послов, это уже очень сильно. Это, поверьте, это даже на дипломатическом мире в Америке точно так же сейчас задумывается. Вот это резкое движение. Притом, я думаю, что многие конгрессмены Америки, разницы нет демократы, республиканцы, они тоже не знали о том, что Австралия подпишет контракт с Соединенными Штатами Америки, что там существует вообще какой-то контракт с Францией. Тема и вообще решение, которое принял Белый дом, это для очень узкой группки. Это мышление, новое мышление. Постпандемия. Каждый за себя. Каждый за себя, когда Америка приглашает на разговор в Белый дом, и все говорят, ой, да это же травм плохой. Ну у вас Байден, пожалуйста. Америка остается Америкой. В Белый дом приглашают генерального директора, одной из фармакологических фирм, находящихся в Германии. Ему предлагают неограниченную кредитную линию, ему предлагают прямолинейные контракты, но с одним условием. Все, что они создадут против ковида, должно сразу уходить в Америку, а не оставаться в Европе. Человек потерял свое рабочее место, потому что поигрался в игру. Ах, давайте тут большие деньги, Белый дом, это же так приятно. Представляете, там не президент никакой, а директор компании. Этим вопросом занималась разведка Германии. И вот сейчас разведка Франции, ну как же, против союзников это не принято делать. Есть проблемы в Афганистане. Ой, а кстати, а кто же начал эту проблему в Афганистане? А французы принимали участие в бомбардировке Югославии? Ну, тоже такой вопрос очень сильный. И Франция выходила из НАТО, выходила, но тем не менее оставалась, потому что это союзники. А сейчас разрыв контракта по поводу подводных лодков, конечно, Австралия в данном случае пошла на поводу, и Австралия очень далеко. Ну, правда, мы не знаем, и вот я честно говорю, я не читаю австралийскую прессу. Вообще, понятия не имея, что там происходит. Догадывайся, что там люди ходят по отношению к нам вниз головой. То есть мы вверх головой, а не вниз головой. Еще, знаешь, там кенгуру, утконосы, много что знаю. Вот в таком контексте из общей программы школьной. Но с точки зрения политики, время от времени Австралия себя декларировала, как член Содружества с Великобританией. Не знаю, насколько британцы участвовали в этих переговорах, имеют ли они отношения. Но получается так, что Франция нелюбимый ребенок. Если брать такие семейные отношения, накладывать их на политику. И все красиво, все дружно, общие европейские принципы. Ага, и как дальше быть? Потому что сейчас каждая страна нуждается в каких-то подрядах. Германия зарядила себя так сильно подрядами, что Германии действительно нужен газ. Даже дело не в отопительном сезоне. Просто в контрактах, которые сегодня имеет германская промышленность. Франция тоже, знаете, так 12 подлодок построит. Это достаточно сильный контракт. И Скотт Муррисон, это премьер-министр Австралии. И, кстати, вся команда Байдена, напишите ему там титрами. Это не парень с той стороны. А это все-таки премьер-министр. И если в Википедии можно найти в течение 30 секунд, мне нужно примерно столько времени, чтобы набрать премьер-министр Австралии, то представляете, какая команда сегодня у Байдена. И вообще, как они отношения выстраиваются с дружескими государствами. А контраст, между прочим, на 65,9 миллиардов долларов. Это мощный контракт. Вот я вчера принимал участие в дискуссии по поводу номинальных денег, то есть которые напечатаны и для стабилизации какой-то страны привозятся. Ну, то есть много-много-много-много контейнеров привозят, когда инфляция зашкаливающая. Есть доллары, например, в африканских странах, которые там примерно миллиарды долларов, это за 100 долларов американских меняли. Такое тоже было. И когда это для стабилизации, это просто ответственность, это напечатали, бумагу отправили. Когда же этот разговор идет о живых деньгах по подряду, 65 миллиардов, это очень серьезные деньги. Это прямые деньги, это рабочие места. И под эти рабочие места, под эти проекты, конечно, Франция четко планировала, в том числе, и свой бюджет. Соответственно, этих 12 подводных лодок, которые ушли в Америку, я говорю о том, что переговоры, конечно же, не были получасовыми. Это лоббирование интересов. Это говорит о том, насколько в Америке сильны, действительно сильны, вдумайтесь, те лоббисты, которые представляют военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов. То есть, они даже смогли убедить Белый дом в том, что плевать на Францию, главное, чтобы подряд был у нас. Я категорически в такой ситуации против, чтобы ВПК были негосударственными, потому что люди за наживы, наверное, выстраиваются в очередь, и в этой очереди они прибегают к разному ловкам. Соответственно, Жанн Эфледриан, у меня вот открыто его заявление, непосредственно то, что написано на французском языке, официальное заявление, и, ну, очень простой. В общем, Макрон сказал Жанн Эфледриану, что нужно что-то сделать, все-таки они оценивают, они в данном случае французы, это ударом в спину. Они ждут разъяснений со стороны Австралии, а также Соединенных Штатов Америки. Давайте так, все-таки не с... К голове никто не приставил двухстволку, и никто не говорил австралийцам, чтобы они подписали этот контракт. Они могли, конечно же, американцам отказать, если бы хотели, если бы хотели. Конечно, никто не предвидел срыва этого контракта. Контракт был заключен в 2016 году, и, конечно, это унизительно, абсолютно унизительно. Соответственно, дальнейшие действия Франции, вот если осознать, что Франция ждет в будущем, я смотрю некоторые радиослушатели, говорят, мол, Франция не покинет НАТО. Франция покидала НАТО, и новая будущая политика Франции в Евросоюзе, это должна быть суверенная оборонная политика именно Евросоюза, под патронажем, наверное, больше не Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, регион, тот Тихоокеанский, там, где Австралия, там, где Китай, вот нам кажется, что это все далеко от нас. Когда я слышу в новостной ленте, я смотрю, как реагируют, например, на запуск ракет Северной Кореи европейцы, то всегда есть ощущение, что это далеко. Всегда ощущение, что это не наша игра, где-то она там находится. Но это для европейцев так. Потому что Россия в своих территориальных размерах, это сколько Европ, если взять Бельгию, то Бельгию действительно не интересуют проблемы Северной Кореи. Но если нужно будет проголосовать, конечно же, с точки зрения гуманизма проголосуют, за что там в Европарламенте примут какую-нибудь резолюцию. Но если человек не просто гуманист, если человек политик и выстраивает определенную линию, то в Брюсселе ярко выражено есть желание иметь о единую политику Евросоюза. И чтобы эта единая политика, чтобы не было, например, двухсторонних отношений Берлин-Москва, чтобы это было всегда через Брюссель. Но в данном случае, я думаю, у Франции обида настолько сильна, что я ожидаю даже резких движений из Франции. Конечно, Франция не покинет Евросоюз, но инициация разговора теперь в любой партнер французский, в любой дискуссии скажет, да, вы просто обижены, да, вы не понимаете, да, ну, это бизнес, это ничего личного. И Франция, если сейчас начнет очень активно торпедировать, лоббировать выстраивание Евросоюзной армии, Фронтекс уже есть, это пограничные войска. А теперь же нужно создать вообще весь комплекс мероприятий. То есть, насколько Франции нужна НАТО в данном контексте, никто не знает. Но технологии, которые Америка и Франция хотели передавать Австралии, давайте так, тоже тема не обсуждалась. А зачем Австралии атомные подводные лодки? Австралия действительно боится, что китайцы нападут на Австралию. Мы зачастую говорим о проблеме, например, мигрантов в Евросоюзе, о том, как это все происходит. Кстати, по поводу мигрантов есть официальное сообщение. О том, что немецкая федеральная полиция фиксирует нарушения границы, нелегальные переходы, всплеск очень сильный. И, как правило, выходцы из Ирака, которые как-то добрались до одной из стран Балтии, через Белоруссию, вот так они уже в Германии. И те, кого успели допросить, это есть поток, который мы не знаем. Вот сколько там человек пробежало, проехало в машинах, там же нет границы в Шенгене. И тех, кого не поймали, это неизвестное количество. А вот тех, кого поймали, это уже больше 400 человек, давали показания, что они попали в Польшу. То есть, думайте, где вот всю Польшу пешком уже не точно не протоптали. Это значит, что существуют схемы на территории Евросоюза, и действительно у людей конечная история, конечная мысль, конечная фантазия – это добраться все-таки до Германии. Или, может быть, даже до Британии. Разницы нет. Главное – добраться до страны, в которой все-таки люди живут побогаче. И в этом отношении теперь четко понятно, почему вдруг так все запереживали, что это гибридная война, так званая, со стороны Белоруссии идет. В принципе, атака не на Литву, не на Эстонию, не на Латвию. Атака идет очередной раз в Германию. Ну, что там, товарищи политики, мультикульти выстраивать дальше будем? Мультикультуральное пространство, которое полностью потерпело крах. Но я возвращаюсь во Францию. Это была такая короткая ремарка. Так вот, регион, который дестабилизируется появлением атомных подводных лодок, смотрите, Франция заключила договор с Австралией, а ведь это раскрутка, это же гонка вооружений. Если у Австралии появляются атомные субмарины, ну, соответственно, как будет Вьетнам реагировать? Китай, понятно, как будет реагировать. Это действительно приведет к миру в регионе? Это действительно ведет к стабилизации в регионе? Или это такие хитрые шаги? Вот с точки зрения людей, живущих там в регионе, разницы нету, Франция или Америка будет строить подводные ядерные субмарины? С точки зрения европейского жителя, конечно, обидно все-таки Франции получить такую оплеуху, такую политическую пощечину. Я говорю, что это абсолютный кидок. То есть мошенническое дело, это действие, в котором Франция жертва. И вот читаю я сообщение официальное, которое на сайте МИДа Франции. Уникальное решение, объявленное 15 сентября по поводу Австралии и отдельных стран, отказ от проекта подводных лодок океанского класса, который связывал Австралию с Францией с 2016 года. То есть так долго они жили в иллюзии, что у них все в порядке. Соответственно, будущее сотрудничество в отношении тех, кто работает на субъядерных двигателях, при недостижимом поведении союзников, ух ты, и партнеров, последствия которых влияют на само наше представление о нашей... Google Translate выдает слово «аллея». Но я так понимаю, партнерские отношения – это улица, а не аллея. И важность индоокеанского региона для Европы. Не знаю, какая там важность сейчас для индоокеанского региона, для Франции, но я знаю точно – это просто деньги. Это контракт, ни больше, ни меньше. И Жанна Филидриан, конечно, не действует самостоятельно, это решение, в том числе принято на правительственном уровне. И истерия, злость, которая сейчас может быть во Франции, ее нужно подавить. Ее нужно подавить. Во Франции уже есть призывы выйти из НАТО, дорогие радиослушатели. То есть не то, что я предлагаю это, это во Франции говорят об этом. Соответственно, уйти в прагматичное русло и осознать, где ты находишься, французам, на политическом уровне. Я думаю, вы знаете, что солидарность, которая у французов сейчас будет с правительством, то есть у них разногласия есть, например, по ковидным ограничениям, по этим паспортам ковидным. Это одно дело. Но все, что касается внешнего периметра, все, что касается действительно взаимоотношений с океанскими, за океанскими партнерами, я думаю, солидарность как раз французского населения будет с французским правительством. Если французское правительство осознает, где оно находится. Соответственно, действия американского, вашингтонского обкома толкают Европу. Вот начинается Афганистан, я говорю, Европу толкают в объятия России. Если говорить о безопасности в регионе Европы, то это шаг за шагом выстраивается просто вынужденная мера, хочешь ли не хочешь. Но Россия в состоянии защитить и французов, и немцев, и брюссельцев, и бельгийцев. В принципе. И это так просто. Вне Америки выстраивать новую доктрину безопасности и рабочего диалога, который просто необходим. Ведь именно под давлением Америки рабочий диалог с Европой сошел на нет практически. Разницы нет. Это Брюссель в виде Борреля, это Макрон, это Меркель. Разницы нет. Это просто Запад. Но теперь мы видим два различных Запада. Один Запад американский, второй Запад это европейский. И мне европейский Запад намного ближе, чем американский. И в этой близости, ну как я скажу, дорогие радиослушатели, мы находимся сейчас в интересное время. Нужно просто набраться терпения и посмотреть, насколько французы эту пилюлю проглотят. Или насколько французы, именно на политическом, но в принципе при поддержке населения. Плюс оппозиция, конечно же, сейчас разнесет пух и прах Макрона полностью. Потому что прозевать это, представляете, нужно еще выстроить разведсообщество, которое должно работать против Америки. Потому что именно там прошлепали все. Ну нужно же было, наверное, год назад увидеть, что американцы ведут какие-то определенные разговоры. Ну считайте, что доверяйте своим американским партнерам. Вот и додоверялись. Соответственно, удар в спину, именно так Жан-Ив Ледриан назвал действия Соединенных Штатов Америки, это абсолютно новая вешка. У нас исторический процесс идет в новом направлении. Вектор очень понятен. Это европейская суверенность без Соединенных Штатов Америки. Насколько Францию в этом деле поддержат, например, Польшу, я не знаю, или там Литва, или Латвия, или Эстония. Понятия не имею.